Добрый день! Я начинаю серию обучающих видео по кубоидам и в этом я покажу как собираются самые простые из них, а именно 2х2х1, который также можно назвать 1х2х2 и 1х2х3. Также мы рассмотрим кубоид в виде елочки и вспомним про головоломки из макдональдса. Первым рассмотрим кубоид 1х2х2 или 2х2х1. Понятно, что его собрать сможет каждый, даже если впервые держит в руках. Здесь можно хаотично вращать грани и он время от времени будет сам собираться. Но вместе с тем здесь есть три вида перемешанных состояний, для каждого из которых потребуется разное количество движений для сборки. Кубоид состоит всего лишь из четырех элементов и все эти элементы углы. В отличие от обычного кубика рубика каждый угол имеет четыре наклейки. Белую, желтую и два каких-то боковых цвета. Первая и самая простая ситуация, которую можно встретить на этом кубоиде, это когда нужно для сборки сделать всего лишь один ход. Мы видим здесь два белых, два желтых цвета и с другой стороны тоже самое. Также мы видим, что здесь цвета совпадают и здесь совпадают. Очевидно, делаем одно движение и кубоид собран. Вторая возможная ситуация уже сложнее. Здесь потребуется два движения для сборки. Мы также видим белую полоску и желтую полоску. С обратной стороны тоже самое, желтая и белая. Но здесь цвета не совпадают. И первым движением нужно сделать так, чтобы здесь были одинаковые цвета. Мы видим здесь зеленый цвет, здесь синий и зеленый. Вот этот зеленый нужно поставить рядом с этим. То есть сделать движение поперек вот этих полосок. И тогда мы получаем предыдущую ситуацию. Делаем еще один ход. И третья, самая сложная ситуация. Здесь для решения потребуется целых три хода. Мы видим, что желтая грань и белая грань как бы собраны, но на деле по бокам цвета не совпадают. Ни на одной из боковых граней. В этом случае мы сначала делаем любой рандомный ход и получаем предыдущую ситуацию. После чего объединяем цвета на боковых гранях или делаем движение поперек вот этих полосок. Ну и дальше остается один ход. Вот все три возможных ситуации. Большего разнообразия этот кубоид нам предложить не может. Понятно, что и без этого фрагмента все бы собрали два на два на один, но для полноты картины мы рассмотрели и этот кубоид. Далее рассмотрим один на два на три. Здесь все три измерения разные. В этой проекции один слой, в этой два, а в этой три. Интересная головоломка, но очень простая. В отличие от два на два на один, мы здесь получаем помимо тех же четырех углов еще два ребра. Средний слой. Эти ребра имеют три цвета, уголки также имеют четыре цвета. У ребра есть белый, желтый, ну и в данном случае еще оранжевый и красный у противоположных элементов. Сейчас я покажу самый примитивный способ сборки, который будет доступен абсолютно каждому. Допустим, у нас вот такое перемешанное состояние. Для начала обратим внимание вот на этот элемент. Средний слой, с левой стороны здесь мы видим ребро, у которого есть красный цвет. К этому ребру найдем уголок тоже с красным цветом и поставим его сверху. Видим, что здесь уголок с красным цветом уже стоит, но белые и желтые цвета не совпадают, значит он нам не подойдет. Поищем другой уголок с красным цветом, их всего лишь два. Смотрим, здесь есть красный цвет. Попробуем этот уголок переместить сюда. Для этого повернем верхний слой. Видим, белые цвета совпадают, красные совпадают. Этот уголок стоит на своем месте. Нам повезло, что этот угол был на верхнем слое. Он может либо сразу стоять на своем месте, либо быть здесь. Но также этот угол может находиться на нижнем слое. На среднем, понятно, он находиться не может, так как здесь могут быть только ребра. Рассмотрим другие ситуации. Видим опять красное ребро. Здесь уголок без красного цвета. Здесь красный есть. Поворачиваем, он не подходит. Значит ищем другой красный. Этот уже без красного. Находим красный снизу. Чтобы поднять этот уголок вверх, мы вращаем правую грань. Делаем вот такое двойное движение. Получаем предыдущий случай. Вот красный уголок. Перемещаем его вот сюда. Белые совпадают, красные совпадают. Еще одна ситуация. Самое дальнее положение для красного уголка это вот здесь. Опять смотрим. Здесь уголок красный, но по этим цветам не совпадает. Здесь уголок оранжевый. Этот уголок оранжевый, а вот этот уголок красный. Надо переместить его вот сюда. Вращать мы будем только нижний слой, правую грань и верхний слой. Левую вращать не будем, чтобы не менять ориентацию вот этого ребра. Чтобы переместить вот этот уголок вот сюда, мы сначала переместим его на вот это место справа снизу, после чего поднимем наверх и после этого поставим на свое место. Теперь белый с белым совпадает, красный с красным совпадает. Мы поставили первый угол на свое место. Смотрим какой цвет у этого уголка сверху. Он зеленый. Значит нам нужно найти зеленый уголок. Таких уголков всего лишь два. Один стоит на месте, а второй поищем. Теперь нам нужно уголок ставить не на это место, а рядом. Этот уголок не зеленый. Если бы он был зеленый, можно было так и оставить. Ищем снизу. Этот уголок синий, этот зеленый. Если уголка нет на своем месте, то он может быть либо здесь, либо здесь. Если уголок находится здесь, справа, то чтобы поднять его сюда, мы просто вращаем правую грань. И получается здесь цвета правильные. Если уголок находится слева, снизу, мы сначала вращаем нижнюю грань так, чтобы он стал справа. После чего поднимаем наверх. Мы видим два уголка стоят правильно. Если два угла стоят правильно, то оставшиеся два других стоят правильно относительно друг друга. И теперь у них цвета либо совпадают, либо не совпадают с верхними углами. Верхние углы сейчас имеют белый цвет, нижний желтый. Если цвета одинаковы, то все нормально. Если цвета разные, мы просто разворачиваем нижнюю грань и у нас все углы стоят на своих местах. В данном случае кубоид собрался. Но так бывает не всегда. Вот ситуация, которая многих смущает. Конечно, ее можно решить интуитивно, но есть короткий алгоритм, который за шесть движений позволяет развернуть вот это ребро. Посмотрим внимательно. Здесь все цвета правильные, здесь правильные, здесь тоже, здесь тоже. Одно единственное вот это ребро нужно развернуть на своем месте. Этот алгоритм будет требоваться в дальнейшем во многих кубоидах, поэтому его можно запомнить. Он очень прост. Мы вращаем правую грань, вращаем верхнюю грань. Два движения. Повторяем эти два движения трижды. Вращаем правую, вращаем верхнюю. Это было два раза. Вращаем правую, вращаем верхнюю. Ребро разворачивается. Если мы эту формулу прокрутим на собранном кубоиде. Правая, верхняя один раз. Правая, верхняя второй раз. Правая, верхняя третий раз. То мы развернем опять это ребро. Можно, конечно, собирать уголки кубоида и не обращая внимание на средний слой. Но тогда может получиться вот такая ситуация, когда все углы стоят на месте, а ребра стоят неправильно. Если цвета одинаковые, белый и желтый, то можно сделать нехитрые движения. Повернуть правую грань, повернуть средний слой и еще раз повернуть правую грань. Тогда средний слой развернется. Покажу еще раз. Белые и желтые грани кажутся собранными. Но на боковых мы видим неправильные цвета. Верх и низ тоже собран. В этом случае вращаем правую грань. Вращаем средний слой. И еще раз вращаем правую грань. Все собирается. Аналогичная ситуация, когда боковые кажутся собранными граней. Верх и низ собран, а белые и желтые грани не собраны. В этом случае мы делаем то же самое. Вращаем правую грань. Вращаем средний слой. Вращаем правую грань. И остается еще раз довернуть средний слой. Вот и все. Можно придумать кучу других способов, но здесь ошибиться труднее всего. А теперь, используя эти принципы, мы соберем много других разновидностей кубоида 1 на 2 на 3. Ну и первый наиболее популярный вариант это кубоид елочка. Это также 1 на 2 на 3. При перемешивании кубоид теряет свою форму и превращается во что-то более интересное. Так же, как и классический 1 на 2 на 3, его можно мешать-мешать и случайно опять собрать. Ну, какой-то вот такой вид елочки у нас есть. Давайте опять начнем с левого ребра. Здесь у нас основные грани будут иметь зеленые и красные цвета, но это не должно нас смущать. Вот этот элемент говорит о том, что елочка острием должна быть вверх, а широкой частью вниз. Поэтому вот сюда нужно поставить какую-то остренькую часть. У нее должен быть белый цвет. Давайте посмотрим. Здесь синий, здесь белый. То есть нужный элемент находится здесь, а нужно поставить его сюда. Вращаем нижнюю грань, вращаем правую грань, вращаем верхнюю грань. Два элемента стоят правильно. Здесь гораздо проще, чем в классическом кубоиде. Мы понимаем, что сюда нужно поставить еще один вот такой элемент. Постепенно перемещаем его на свое место. Вот у нас уже верх собран. Ну и низ собрался автоматически. Максимум, что могло потребоваться, это опять же его развернуть. Мы видим, что правое ребро стоит неправильно, поэтому делаем шестиходовый алгоритм. Вращаем правую грань, вращаем верхнюю. Вращаем правую грань, вращаем верхнюю. И еще раз вращаем правую и верхнюю. Елочка собрана. Напомню, что в этих кубоидах доступны только двойные вращения. Мы не можем повернуть голову вот так и вращать дальше. Поэтому в какую сторону вы будете вращать правую грань или верхнюю, не важно. Что мы повернем вот так вот от себя. Что повернем в противоположную сторону. Эффект будет одинаковый. Ровно так же, если мы вращаем верхний слой. Что против часовой стрелки. Был зеленый цвет, станет красный. Что против часовой стрелки. Был зеленый, станет красный. Это очень частый вопрос, поэтому отвечаю на него заранее. Не так давно в Макдональдсе были вот такие вот кубоиды 1х2х3. На их гранях изображены герои мультфильмов. Так же давайте их соберем. Допустим, вот этот экспонат. Мы видим, что здесь вот оранжевая сторона, красная, желтая, белая. Цвета может быть любые. Здесь видим много разноцветного, поэтому на нее лучше не ориентироваться. А здесь более-менее синий фон. Он нам послужит ориентиром. Ну, это перемешанное состояние. Начнем с синего фона, чтобы было удобнее. Видим, что слева здесь красный цвет. Ищем также уголок с красным цветом. Один стоит на месте, но по этим цветам не совпадает. Ищем другой. Оранжевый. Вот здесь красный. Этот оранжевый. Красный. Поднимаем сначала наверх. И потом ставим на свое место. Видим, картинка совпадает. Дальше. Здесь цвет желтый. Этот белый не подойдет. Вот этот желтый. Поднимаем наверх. Верхняя часть готова. Нижняя часть не совпадает. Разворачиваем. И средний слой тоже нужно развернуть. Правая. Верхняя. Правая. Верхняя. Правая. Верхняя. Все. Картинка собрана. Следующая модель. Зеленый цвет. Синий цвет. Желтый. Белый. Здесь будем ориентироваться на фигуру персонажа. Можно начать либо с этого героя. Либо с этого. Вот перемешанное состояние. Давайте опять возьмем. Вот этот серый кусок костюма персонажа. Слева. Зеленый цвет. Значит ищем уголок с зеленым цветом. Опять зеленый стоит на месте. Но не тот. Ищем другой. Вот здесь зеленый есть. Поворачиваем. Видим, картинка сходится. Сверху должен быть желтый. Здесь желтого нет. Он здесь. Переводим в правую сторону. Нижней гранью. И поднимаем наверх. Так. Ну здесь у нас картинка сошлась. А нижнюю грань просто разворачиваем. А ребро переворачивать не пришлось. Следующий экспонат. Мы видим здесь обилие оранжевого цвета. На него можно ориентироваться. Слева зеленый. Справа синий. Желтый. Белый. Вот перемешанное состояние. Оранжевый. Слева зеленый. Здесь зеленого нет. Пробуем вот этот. Но он очевидно не подойдет. Здесь по цвету. Извлекаем вот отсюда другой зеленый. Переводим вправо. Вверх. И на свое место. Сверху желтый. Здесь не тот. Вот желтый. Поднимаем наверх. Ну и доворачиваем вниз. Опять средний слой вращать не пришлось. Проверим картинку с другой стороны. Здесь все похоже. Ну еще вот такие вот полукруглые версии. Были в том же Макдональдсе. Их собирать еще проще. Начнем вот с этого персонажа. Слева зеленый. Справа красный цвет. Снизу белый. Мы видим, что верхнего цвета нет. Но здесь закругленные элементы. Ну опять начнем вот с этого глаза персонажа. Слева зеленый цвет. Понятно, что тут тоже должен быть зеленый. Если мы держим в той же ориентации, что было до перемешивания, то сверху должны быть полукруглые элементы. Но так как мы в этом не уверены, мы можем сюда поставить либо вот этот зеленый, либо вот этот. Давайте попробуем и тот и другой. Видимо, что рисунок не очень подходит. Здесь как бы персонаж стоит в правильном положении, а надпись Рубикс, судя по всему, кверх ногами. Поэтому я бы попробовал другой зеленый. Перемещаем его наверх. Да, и здесь подходит лучше. Понятно, что раз сюда подошел полукруглый элемент, то и здесь должен тоже стоять полукруг. Просто перемещаем его сюда. Так, ну здесь у нас сразу все собралось. Хотя нет, по бокам цвета не совпадают. И хоть картинка похожа на правильную, но на деле должна быть вот так. Следующий герой здесь котик. Очень объемный. И сзади вроде бы собачка. С одной стороны зеленый цвет, с другой синий, снизу белый. Ну, желтого опять нет. Ну, давайте начнем с собачки. Она стоит вроде бы лапками вниз, значит сверху должен быть полукруг. Пробуем вот этот. Ну, здесь очевидно от кота. Глаз и ухо, поэтому давайте другой полукруглый. Вот от собачки подошло. Ну, слева цвет зеленый, если не уверены. Опять же, два полукруглых элемента стоят сверху, значит стоят правильно. Низ, видимо, к собачке не подходит. Разворачиваем. Что-то похожее. Но можем убедиться, что сзади есть кот. И нам остается развернуть правое ребро. Вращаем правую грань. Вращаем верхнюю. Правую. Верхнюю. Звери готовы. Ну и завершим наш труд вот этим ежиком с обезьянкой. Видим зеленый и красные цвета. Снизу белый. Здесь фон переменный. На него ориентироваться будет, наверное, не очень удобно. Хотя вот здесь вот обезьянка должна подсказать. Вот перемешанное состояние и начнем с обезьянки. Ну, видимо, где-то ее мордочку здесь снизу. Поэтому перемещаем. Да. Зеленые цвета совпали. Обезьянка есть. Ну и второй полукруглый элемент тоже отправляем наверх. Так. Здесь готово. Низ не подходит. Разворачиваем. И остается еще развернуть правые ребра. Правая грань. Верхняя грань. Правая. Верхняя. Верхняя. Правая. Верхняя. Верхняя. Обезьянка есть. Ежик есть. Это было вступление в кубоиды. Многие из этих головоломок вы способны собрать самостоятельно. Дальше будет интересней. Тренируйтесь и все у вас получится. А на этом у меня все. Всем спасибо. Всем пока.